Семя — это основа нашего физического существования. В йогической культуре это называется вирья. Вирья также относится к тому, что мы называем ваджирой. Это значит, что это одна из самых сильных вещей, если вы знаете, как её использовать. И это касается всего. Не только семени. Любое измерение вашего тела и ума вы можете превратить в нечто потрясающее. Садгуру, второй вопрос из социальных сетей. Ариен Сайн задаёт такой вопрос. Какую роль мужское семя играет в физическом, умственном и духовном благополучии человека? Может ли пустая отрата семени повредить нам духовно? Семя — это основа нашего физического существования. Неважно, мужчина вы или женщина. Вы появились на свет, потому что это 50% ингредиентов. Да? У вас есть кожа, есть эпителиальные клетки, есть волосы. У нас есть много других частей, составляющих тела. Сердце, печень, почки и много чего ещё. Все эти клетки имеют определённую потенциальную энергию. Каждая по-своему. Но семя обладает необычайным уровнем потенциала. Оно может создать совершенно новую жизнь. Сегодня вы можете взять эпителиальную клетку и многое с ней сделать в лаборатории. Может быть, мы даже сможем клонировать вас. Так что потенциал в ней тоже есть. Но не с таким же динамизмом, как в клетке, которую мы называем семенем. В йогической культуре это называется вирья. Вирья также относится к тому, что мы называем ваджрой, что означает стабильность или алмаз, то есть что-то очень прочное. Таким образом, в теле человека вирья считается подобной ваджрой. Это значит, что это одна из самых сильных вещей, если вы знаете, как её использовать. Вы можете использовать семя, чтобы зачать ребёнка. Это одно. Этот вопрос возник, потому что вы используете её, чтобы выплеснуть на простыню своего кампуса. Раз вы используете его так, раз такова ваша тяга, делайте, что делаете. Я не считаю, что это нужно оценивать с моральной точки зрения. Смысл не в этом. Вопрос в том, насколько это компульсивно. Но может ли что-то в этом теле быть трансформировано в другую функцию? Конечно. И не только семя. Абсолютно всё в нашем теле может быть преобразовано. Например, я дам каждому из вас ингредиенты для приготовления супа. Одни и те же ингредиенты. Думаете, что все вы приготовите один и тот же суп? Нет. Вы приготовите 500 разных супов. Хотя ингредиенты будут те же самые. Вот и всё, что случилось с нами сейчас. Все мы в своей сущности состоим из одних и тех же ингредиентов. Но посмотрите, как мы отличаемся. Разные супы. Если я дам вам ингредиенты для приготовления супа, вы можете приготовить или отличный суп, или скверный суп. Это зависит от того, какие у вас навыки. Не так ли? И это касается всего. Не только семени. Любое измерение вашего тела и ума вы можете превратить в нечто потрясающее. Либо же сделать это посредственным, либо же сделать это серьёзной проблемой. Это касается каждого аспекта вашей жизни. Это относится и к этому аспекту жизни. Та же энергия. Люди понимают это буквально. Но если вы хотите произвести определённые клетки, скажем, эпителиальные, сколько энергии тела затратит на это? Если вы захотите произвести клетку, которую вы называете семенем, сколько энергии тела затратит на это, это будет очень сильно отличаться. Это может быть научно доказано. Итак, если вы вкладываете во что-то столько энергии, очевидно, что это оплодает потенциалом, если вы знаете, как его раскрыть. Но знаете ли вы, как его раскрыть? Способны ли вы его раскрыть? Если у вас необходимая садана и руководство для этого, это большой вопрос.